Как она представилась, Лера Железова Сергеевна, так? И вдруг она сказала, что она сама делала грядку. Я слышал об этом, но я еще тут не был. Пойдем. Там вот череньки. Ага, это ты смородину резала. Даже я делала сама вот эти вот, которые тут, вот это все делаю. Докуда твое, показывай. Все вот так вот точно. Ага, а тогда что делала мама, что делала папа? Вот они сделали вот это вот. Так. А остальное все мы все. А, мы все, все понятно. Так, мы пахали, все ясно. Все ясно, все ясно. Да, кстати, вот здесь вот последние падают. Вот это вот, мой личный сорт, называется Артем 2. Ну-ка, попробуй его. Не, ой, грязный, вот этот чистый, вот этот. Ой, а тоже грязный. Ну, откуси сбоку с чистого. Ты же настоящий садовод. Мне нужно впечатление. А, так он упал зеленый. А, точно, он же зеленый. Ё-моё, я не обратил внимания. Его ветром сбил. Так, давай, смотри. А, смотри, ты ничего не замечаешь? А, смотри, внимательно, говорят. Нет, от ветра попали две. Поднимай. Вот сейчас они уже высохнут, и все. Так. Ты немножко не так, ты немножко их шевелил. Право-влево, тогда чуть-чуть влево-право. Так, все, молодежь учить надо. Дай сюда. Так они не втыкаются. Смотри. Вот так. И вторую так же. И вот это вот падает. Во-во-во, вот так, все. Больше не упали. Итак, что мы видим? Мы видим, что место... Так. Гражданка Железова. Что? Сейчас скажешь, что я не накрашенная, я не намазанная. Не, я работаю. Работает. Ну, у тебя такой вид, как будто ты в этом, в Эмиратах. Ага, в Эмиратах. Загар, все при тебе. Вот, мы с ней уже второй фильм снимаем. И что, помогаешь? А у меня, это, у меня, знаешь, что? Какая-то за обряд. Я сейчас посмотрел, я вчера как собрал абрикосы, а больше почти не нападала. А год? А там мы фильм снимем, она соберет. Это 100 рублей. За каждый фильм она у меня получает по 100 рублей гонорар. Это что-то такое. А как что, завтра же праздник. Дед Металлургов. Это дочь, это дочь двоих металлургов, папа и деда. Хорошо. Так, смотри, она уже поправила упавшие эти. Сережа сказал, полить все равно еще раз. Когда домой поедем. Да я посмотрел, дождя вроде не показывает мой этот. Полей. Лера польет, это ее грядка. Видите, пока у нее грядка теперь большая. Да я вижу, вижу. Она, считай, всю грядку одна сама сделала. Она тебе потом с каждого саженца по 100 рублей будет требовать. Нет, у нас все по-честному. Да, дайте. По-честному это бесплатно? Нет, 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 нет. Это ее доход. А, ну все тогда. Это ее доход. То есть все? Нет, не так. Все, все, ладно, разберетесь. Ладно, пошла я полой. Так, Лера, на чем остановились? Это способ, запоминай, хоть ты уже умеешь укоренять, но ты не знаешь теоретическую часть. Этот способ называется зеленое черенкование по железу, потому что стандартное, это огромный объем работы, это специальное помещение, матовое стекло или полиэтилен, это специальное устройство по деланию туманных, то есть просто туманной установки. А здесь выпил газировку за 30 рублей, так, отрезал горлышко, то есть отрезал этот, вот. А вот это вот твоя работа, это все вы делали, так? Да. Так, смотрим. А вы почему побрезгали таким? Делали правильно. Косой срез лучше укореняется. Я знаю. Посадка чуть-чуть на бок. Да. А что же выбросили-то? Да, на лишнее. А это были ненужные. Там вот все уже были заполнены. Так, теперь, кроме свородины, что еще укореняли? Шелковицу укореняли? Я вообще не знаю все название. А, ты не знаешь еще. Эх, мама далеко, хотел спросить. Потому что то, что я вижу... Вот это мы оттуда брали, я сама резала опять черенков. Да. Пойдем. Пойдем. Мы можем даже попробовать. Смогу с папой пробовать. Пойдем. Да вот она шелковица. Все правильно. И... Смородина. Я научилась резать, нужно подплот резать. Ну, не подплот, а вот. Ну, короче, умеешь. Тут вот это нужно так вот резать. В общем, давай так. Можно дед скажет за тебя? Вот чувствую, у тебя уже есть первые навыки. Итак, мы выбираем длинные, самые длинные приросты последнего года. Вот я выбрал вот этот. Вот это, смотри. Это уже отрезано. Отрезаю, оставляю немножечко на развитие. Чтобы остаток, вот этот остаток дал побеги. Значит, когда я отрезаю, в июле месяце. Почему? Они становятся достаточно древеснелые. Потому что, когда они месяц назад еще были зеленоватые, тогда они просто гнили, когда втыкают в землю. Итак, определенное время, середина июля. Ну, что, хватит? Старый фильм будет встать готовый. Ты знаешь, у меня вот это... Я все время хожу, я с тобой уже как с коллегой. Смотри. Как с коллегой. Значит, почему вот эта вишня мертвая? Она замерзла? Нет, она была великолепна. Это даже была не вишня, а гибрид вишня-черешня. У нее были большие листья, почти как у черешни. Вот. У нее были вкусные плоды. Мы собирали с этой стороны, они собирали с той стороны. Вот. Как это случилось? Ну, догадайся, чье это дерево. И почему оно погибло? Я ничего. Я только с подозрением смотрю на кур. Смотри, земля черная. Нету ни травинки. Курятник. Вот он, курятник перед нами. И мне кажется, что все-таки вишня-черешня гибрид, он не такой морозостойкий, как просто вишня. Послабее будет, так? И то, что земля черная, нету дерна, которые служат защитой от мороза. Вот это послужило, она просто замерзла, замерзли корни. Вот теперь все. А это я не могу пройти мимо такого, чуть не сказал одно слово. Ну что, а что там делать мама? Я хотела вас угостить. Давай, давай. Кстати, смотри, они отличные, это считается высший сорт. Бывают крупнее, но запоминай, за крупными ягодами мы не гонимся, за крупными сортами. Чем крупнее сорт, тем меньше у него чего? Витаминов. Все, я съедаю. Так, теперь пойдем, мама, которую проведаем, все она делает. Хорошо. Хорошо.